Культ Просвет Масштабный фестиваль хип-хопа под названием Колизей вот уже второй год проходит в Одинцово. К нам в гости съезжаются профессиональные команды со всех уголков России. Хип-хоп с каждым годом становится у молодежи все популярней. Через Танец Свободы можно общаться, самовыражаться и искать собственный стиль. Все участники фестиваля приехали сюда не только показать, на что они способны, зажечь публику и выложиться на 100%, но и задать планку профессионализма выступлений в стиле хип-хоп для скептиков, которые считают это танцевальное направление не совсем серьезным. Тема танцев была широко представлена и на Московском областном фестивале молодежных неформальных субкультур. Акция объединила нестандартных художников, танцоров и музыкантов. В рамках каждого из направлений была подготовлена отдельная конкурсная программа и мастер-классы от топовых преподавателей. По итогам рэп-баттлов, хедлайнер фестиваля СТ выбрал лучших ребят, которые и выступали в течение всего гала-концерта. Столичный поисковый отряд Победы хорошо известен в Московском регионе. Он был создан в 2001 году. За это время его участниками подняты и перезахоронены останки тысяч советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. В ходе многочисленных экспедиций найдено большое количество предметов, относящихся к военному времени. И вот теперь у отряда появился собственный музей. Предметы превратились в экспонаты, которые можно потрогать и тем самым в буквальном смысле прикоснуться к истории. И после краткого обзора культурных событий нашего района, я хочу торжественно объявить тему сегодняшней передачи «Культ Просвет». Это международные премии. Их в современном мире учреждено очень много. Среди этих наград есть такие, на которые претендует большое количество успешных людей со всего мира. Но в итоге их получают только выдающиеся личности, лучшие из лучших, сделавшие великие открытия для человечества в определенной отрасли. Предлагаю вашему вниманию в рубрике «На заметку» несколько самых популярных премий. Хотя, быть может, о некоторых из них вы наверняка уже слышали раньше. Премия «Оскар» учреждена Американской Академией Киноискусства. Она считается самой известной и популярной в мире кинематографической наградой. В отличие от других кинофестивалей, «Оскар» вручается не по результатам выбора жюри, а путем голосования членов Академии. За такую демократичность кинопремия и заслужила всемирную популярность. Она вручается номинанту в виде золотой статуэтки, изображающей рыцаря с мечом, стоящего на бобине с кинопленкой. Ежегодно для определения победителей фестиваля отбираются те фильмы, которые были в топах плейлистов кинотеатров в течение всего года. Еще одна премия, которую знают все, даже те, кто не связан с миром науки – Нобелевская премия. Она была учреждена Альфредом Нобелем, известным ученым, изобретателем и фабрикантом. В 1895 году он оставил завещание с указанием о создании фонда, процент из которого решено выдавать в качестве премии тем, кто принес наибольшую пользу человечества и сделал открытие в области физики, химии, физиологии, медицины, литературы и за особый вклад в дело всего мира. Каждый лауреат получает золотую медаль с изображением Альфреда Нобеля из рук короля Швеции. Кроме того, вручает за диплом и чек с денежным вознаграждением, сумма которого зависит от доходов Нобелевского фонда. В последнее время она составляет миллион долларов США. Родной город Эриха Марии Ремарко Оснабрюк в 1991 году учредил премию мира в честь своего всемирно известного уроженца. Ее вручают раз в два года за выдающиеся достижения в литературной, научной или журналистской деятельности, связанные с вопросами гуманизма, сохранения мира, прав человека не только в конкретной стране, но и в масштабе планеты. Сумма премии довольно внушительна и составляет 30 тысяч евро. Одна из самых престижных и известных наград в современной индустрии музыки была учреждена 14 марта 1958 года Ассоциацией звукозаписывающих компаний США. Идея создания премии родилась в Лос-Анджелесе у профессиональных музыкантов, когда отмечался 80-летний юбилей изобретения граммофона. Отсюда название и внешний вид самой награды – позолоченный граммофончик. Грэмми присуждают каждый год в 108 категориях, отнесенных к 30 музыкальным жанрам. Ну а теперь поговорим об одной из наших отечественных наград. Это премия имени Николая Островского, советского писателя, автора романа «Как закалялась сталь», ставшего настольной книгой нескольких поколений комсомольцев и вошедшего в золотую сотню романов 20 века. Учредители премии – Государственный музей «Гуманитарный центр преодоления» имени Николая Островского и Национальная ассоциация объединения офицеров запаса вооруженных сил. Недавно эта доблестная награда была присвоена нашему земляку Ринату Шафикову. В этом году премии Островского удостоились всего 12 человек в России. Среди них оказался и Ринат Ринатович. Он с честью представил наш город Одинцова. А мне удалось взять у него интервью и узнать, за что он получил столь высокую награду. Ринат Ринатович, добрый день. Во-первых, мы хотели бы поздравить вас от лица нашей всей редакции с получением Международной премии Островского. Расскажите, пожалуйста, за какие заслуги вы ее получили? Я получил за четыре номинации. Первая номинация – это за личное мужество и героизм, проявленный при защите Отечества и жизни людей. Вторая номинация – за спортивные достижения. Третья номинация – за художество, как художник, за творчество. И четвертая номинация – за патриотическое воспитание детей и молодежи. То есть я прошел, их всего там существует восемь номинаций, и из восьми я по четырем получил премию. То есть за одну можно было бы получить номинацию премии, но я по четырем номинациям получил одну премию. Первая номинация – за личное мужество и героизм, проявленные при защите Отечества и жизни людей. Это мой боевой путь, который я воевал 14 лет на войне, в войсках специального назначения, ГРУ, в разведке, в спецразведке. И за 14 лет я не потерял ни одного военнослужащего. Вот один из критериев, что они рассматривали, как офицера, как военнослужащего, который за 14 лет, находясь в самых тяжелых боевых действиях в Таджикистане, в Афганистане, в других горячих точках, в Чеченской республике. Я не потерял ни одного солдата. Вот один из номинаций, это вот почему они именно на меня снимаются. И тут сразу пошли и другие номинации, сразу всплыли. За творческие успехи, как художники, я иллюстрировал около 300 книг про Афганистан. Афганистан. Выставок я просто уже не считаю, сколько у меня было выставок. Только в этом году две крупные выставки. Одна выставка была в Курске, в центре Ата до Я галереи, такая у них есть знаменитая. Там моя выставка проходила. И вторая, июль, август у меня выставка проходила на Мамаевом кургане в городе Волгограде. Ну и так вот рисую, и много рисую, и еще много у меня впереди. И я в этом году шесть книг иллюстрировал, шесть книг в этом году, а так около 300. Начиная с 91-го, если брать с 91-го года, я около 300 книг иллюстрировал. Это чисто за творческие успехи. За спортивные достижения, они тоже остановились на этом. То, что я взял самую первую главную вершину Афганистана, гора на шаг. Гора на шаг. Высота 7492, самый первый. И в 2011 году занял второе место среди СНГ и России в высотных техническом классе. И в этом году тоже самое. Я сходил на нашаг, взял вершину. Попытка взять главную вершину, гиндукуша, пока мы ее не взяли. Но все равно у меня за... То есть большие четыре достижения, больших рекорда. Четыре больших рекорда в спортивном достижении. И четвертая номинация – это патриотическое воспитание детей и молодежи. Ну, я им занимаюсь каждый день почти. Неделю по две, по три раза. То есть этим я занимаюсь каждый день. Вот за эти номинации я получил международную премию имени Николая Островского. Расскажите, пожалуйста, а чем вы занимаетесь сейчас? Какую деятельность вы ведете? Мы сейчас готовимся на главную вершину гиндукуша, которую еще никто никогда не брал. Я готовлю экспедицию туда. Идем на восхождение в 2016 году. Плюс я впервые был приглашен, три недели назад приглашен был на конференцию по горной подготовке среди силовых структур, где без моей подписи не решалась резолюция. То есть впервые я дал свои рекомендации по горной подготовке. Как правильно воевать в горах. То есть я так считаю, у меня многие ребята, которые со мной воевали в горах, они начали писать книги про опыт боевых действий. Свой опыт изложили в книгах. И эти книги они продают, ее можно купить везде у нас в книжных магазинах, в интернете. Я считаю это неправильно. Потому что этот опыт должен для своих людей, то есть для своих вооруженных сил, которые, да, для своей страны, которые ведут боевые действия в самое нелегкое время. Сейчас горная подготовка требуется. Потому что вся война идет в горно-пустыне, в горной местности. И опыт как-никак он нужен. Но не в общественных вот так выложить свой опыт, а именно рассказать рекомендации. Пусть это будет секретно, скрытно. Ну, передал, там написал, как я вот, например, написал пару, там, 10 лисков по рекомендации по горной подготовке, как надо воевать в горах, в горных условиях, и как проводить горную подготовку, и как обучать личный состав по горной подготовке, по элементам горной подготовки. Вот. И я отдал именно силовым структурам свой опыт. И считаю это будет намного лучше и полезнее, чем я где-нибудь это... Начну рассказывать в интернете, как я воевал. И этот опыт излаживать для всех. Потому что мой опыт будут принимать и бандиты, и эстремисты, и все, кому не лень. Но я вижу, что вы активно занимаетесь и художественной деятельностью. Расскажите, пожалуйста, о ней поподробнее. Ну, вот я рисую 8-ми ручками. Впервые вот стал 32 года тому назад рисовать шариковыми ручками. И сейчас рисую. И все, что вот, куда я хожу, в экспедиции, везде я все рисую. Сейчас я рисую и нашу природу. Сейчас я занимаюсь художественной книгой «Птицы нашего города». То есть шариковыми ручками. Те птицы, которые вводят садь, живут в нашей черте нашего города. В том числе и вот и... Но это не будем считать, что это боевой опыт, где я воевал. Это просто природа. Где мы были в каком-то районе, где-то прошли. Вот я здесь сидел 6 часов и нарисовал вот этот рисунок. Передаю опыт свой для детей, как рисовать шариковой ручкой. У нас проводится из-за студии. Попов Анатолий Васильевич проводит один из заслуженных художников. Вот. Но когда его нет, провожу занятия я. Но я, естественно, начинаю проводить с шариковой ручкой. Потому что я не умею так объяснять, как рисовать маслом или там акварелью. Но шариковой ручкой я смогу объяснить, как рисовать. Ну вот так вот занимать. Ну и патриотическим воспитанием. Каждый, почти в неделю, два раза. И даже вот в этом... Вот час только две школы было у нас. В субботу была школа. Приходят школы. И мы с ними проводим патриотическое воспитание в музее. То есть рассказываем и не только со стороны военной, будем говорить, стези. Там вот, как я воевал или как вот... В каких воинах я участвовал или как вот... И у нас великая честь... Мы также с гражданской... Их обучаем с гражданской позиции. Это природа, это родной край. И... То есть природа родного края. Да, что-то рассказать про птиц, про животных. Это тоже героизм надо иметь. Чтобы они знали, какие животные и птицы у нас водятся. В конце выпуска программы Культ Просвет. Как всегда, хочу пожелать вам всего самого доброго. Желаю достичь высоких результатов в той сфере деятельности, которая вам ближе по душе. А что, быть может, именно вы изобретете, например, какое-нибудь полезное лекарство для человечества. Или станете выдающимся режиссером, о котором заговорит весь мир. И я уверена, ваши труды будут непременно оценены какой-нибудь международной премией. С вами была Екатерина Старосветская. Всего вам доброго и следите за нашим эфиром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова